Всем привет! С вами Тома, и сегодня у нас будет стрим по игре Legends of Equestria. Наверняка вы многие про неё уже много читали, слышали, видели, смотрели мои ролики. Я сейчас приду на площадь, я тут немножко отошла в сторону, чтобы на начальной заставке у нас не было топа-то копыт. Мы в комнате 02DF771. Комната меняется, если кто-то играет. Правый верхний угол. Вот тут вот так раз, и выбирайте комнату. Я сейчас подойду к сахарному уголку и подождём, пока народ подсоберётся. Не знаю, ко мне, не ко мне. В общем, мы сегодня... Так, ну, во-первых, всем привет, кто в чате. Я смотрю, у вас тут очень много, поэтому на вопросы с чатом мы, наверное, будем эту чат чуть-чуть попозже, когда вы немножко успокоитесь и будете писать чуть помедленнее. Вот. Для начала мы тогда сейчас пройдёмся по локациям. Хочу показать новые вещи. Вчера, в принципе, я на канале выкладывала два маленьких ролика с новыми локациями, с домиками Флаттершаль и с ярмаркой Кристальной Дни Империи. И сейчас я хочу просто ещё раз пройтись по этим локациям. Мало ли кто ролики не смотрел, ну и плюс освещение сейчас немножко другое. Вот. Потом, потом, потом. Квесты мы, наверное, сегодня делать не будем, потому что их тут, во-первых, и не добавилось таких крупных. Старые мы квесты уже все делали. Я сегодня хочу посражаться. Как видите, на мне бронька. И я вчера прокачалась до десятого уровня. Здесь вот у нас вот уже долго качало. Часа, наверное, два с половиной где-то во всех возможных локациях. И сегодня, наверное, тогда посражаемся. Раз нас много, мы сможем завалить парочку драконов, я думаю, как обычно. И сейчас пока мы ждём, пока народ подсобирается, переходит в комнату. Ещё расскажу. Из интерфейса поменялась книжка, наконец-таки стала доступна. Здесь у нас, наконец-таки, появились наши статы. Видны тут. И видны, как они прокачиваются. То есть у нас есть много разных статов. Тут бой. Паук Пегасов полёт очень сильно качается, когда вы в бою используете заклинания полёта. Если делать текстовые квесты, то качаются и все параметры сразу. Я не знаю, честно говоря, что за что тут должно отвечать, если не качать текстовые квесты. Ну вот, в боёвке у меня качаются флайинг и комбат, соответственно. И появилась книжка с квестами. Я выполнила вчера три простеньких квеста здесь в Пани Виле. Из них в книжку записался только квест на кирку у шахтёра. То есть какие-то квесты записываются, какие-то квесты не записываются. Очевидно, всё это будет потом попозже более хорошо сделано. И всё будет записываться. Вау, как нас много. Ну, я думаю, кто хотел, подошёл. Кто ещё, может, потом подойдёт попозже. Давайте пойдём тогда начнём с Кристальной Империи. Хочу показать ярмарку зрителям. Вот. И потом в Хартлендс на эту самую... Как его называют? В домик Фултершай сходим. Вот. Сейчас мы идём на железнодорожную станцию. Кто не знает. И там же, на ярмарке, тогда сделаем первое общее фото. Я думаю. В общем, можете сильно не бежать, потому что... Да, всё равно все зайдут. Так. Едем в Кристалл Кингдом. Если что, ссылка на клиент в описании. Прямо под стримом есть ссылка, где можно скачать клиенты. Там качайте папочку с файлом, распаковывайте просто к себе в папочку на компьютер. Так. Комната. Д, С, 307, 36, Д. Как-то так, короче. И потом просто запускайте клиент. Ну, в смысле, открываете, разархивируете, заходите в экзешник и вперёд. Делаете персонажей, играете. Это официальные серверы, а не русские сервера. Если вдруг кто-то что-то не понимает, то мы играем сейчас на официальных серверах, которые... Сервер у нас... Култорада. Култорада на сервер. И тестирование будет сегодня, целый день воскресенья, до, по-моему, 8 утра понедельника. У нас доступны эти сервера. Можете поиграть, побегать, посражаться. А потом опять закроют, не знаю, на сколько. В общем, в данной локации добавили вот эту вот ярмарку Кристальной Империи. Она была частично уже, но здесь доработали всякие мелочи. Добавили новые шатры, новые вот эти вот все штучки различные, товары тут. И шапочки, и подковки, и всё на свете, и сидр. Очень такая клёвая детализация, книжечки. Эти самые флюгорные, или как это? На которых Пинкепай ещё играла. И что у нас тут ещё было? Где-то тут я видела шляпку, которую Рерити плела из соломинок. Уже не помню где. В общем, забавно сделали. И самое главное, здесь сделали ночное освещение новое. Сейчас я включу у себя на своей локальной игре время вечера. Если кто не знает, слэш, тайм, и допустим там ноль. Это помощь, да? И смотрите, короче, у нас здесь новое освещение Кристальной Империи. Во-первых, свет в окошках, здорово смотрится. Во-вторых, подсветка самого замка. Сейчас я поднимусь чуть-чуть. Вот он теперь у нас так красиво подсвечивается. Вообще, поменяли звёздное небо во всех локациях. Теперь оно с большой луной, по-моему. Я не помню, было ли раньше луна, но звёзды теперь другие. У замка есть подсветка, соответственно. И насчёт света фонарей я не помню, честно говоря. Но смотрится, в общем, теперь тут очень уютненько и красиво. Прям вообще очень здорово. Чат кипит. Если что, я чат буду читать вопросы чуть-чуть позже. Поэтому вы пока можете вопросы сразу в городе писать. Если что-то такое прям друг у друга только если что-то спрашивать. Потому что сейчас немножко тут успокоитесь. Вот. В общем, очень здорово сделали. Никаких новых квестов тут пока не добавили. Только вот визуальные фишки. И я предлагаю тогда сейчас сделать на фоне ярмарки первую общую фоточку. Вот как-то вот так, наверное. И тогда... В общем... Так, только как-нибудь сядьте, чтобы меня тоже было видно. В общем, я посижу пока. Скорншоты в этой игре есть, что F12. Ну, как обычно. Меня и не видно. Да. Много народу и в игре, и в чате тоже много людей. Вау, вау, вау. Куча. Куча малай и все в этих носочках. А носочки, если кто не знает, продаются у магазинов. Ну, точнее, у торговцев. Здесь не магазины. В разных алказах разные носочки. В Кристальной империи носочки продаются вот полосатенькие и вот эти шотландка. Так. Чуть-чуть отдалю. Ну, прямо вообще куча малая. Ну, да. Где-то меня видно. Так. И при дневном свете сейчас тоже себе сделаю скриншотик. Так, чтобы что-то было видно. Ночи, конечно, красиво, но мало что видно. Так. Раз. Два. Да, я смотрю многие с питомцами. Я квесты вчера не выполняла на питомцев. Я вчера решила сосредоточиться именно на прокачке персонажа, раз она уже у нас стала доступна. В общем, я думаю, все, кто хотели, сфоткали. Да, кстати, имейте в виду, у нас поменялась камера. Теперь у нас вращение камеры по левой кнопке мыши, не по правой. Так. И давайте тогда... Ну, в общем, тут мы посмотрели все. Кому интересно... Давайте сходим еще в локацию, покажу, где кристальное сердце. Потому что многие, кто не были на прошлой стрельбе, могут спросить, почему вот здесь вот нету кристального сердца, куда оно делось, да? Оно на самом деле есть, но оно в скрытой локации. Сейчас мы до нее дойдем, я думаю. Да, туда мы дойдем. Нет, не туда. Все, я запуталась. Сейчас. Так, в какую сторону у нас железная дорога? Ай, ей-ей. Так, вот туда. Вот. И сейчас просто покажу, где эта локация. Да, еще в интерфейсе добавился у нас вот левый нижний угол, иконка персонажа. Теперь видна. Так, вот где-то там, возле моста, возле дерева. Секретное место. Сейчас я сама надаю. Я не замечала, что здесь так интересно сделано эти самые. Так. Какое дерево? Какое дерево? Я не помню. Я вчера не заходила сюда. А, вот тут верно, да? Нет, нет, нет. Я не помню. Так, все. Может, оно сейчас недоступно? Оно так немножко должно поблескивать. Как сусанин, честное слово. Что-то я не вижу его. Кто-нибудь видит? А, вчера надо было проверить. Т-тормс. Такая толпа пони воно бегает. Короче. Я нуб. Я не вижу. У-у-у. Привет, 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 привет. Ага. Так, скачать я уже сказала, где... Короче, никто мне в чате не подскаживает, где это у нас дерево скрыто. В общем, блин. А-а-а. Ладно, все. В общем, под каким-то из этим деревом было телепортно. Я не помню, под какой елкой. Он, он блестел. Сейчас не блестит ничего. Я себя чувствую. Мне кажется, под этим крайним было. Ну, ладно. В общем, там была пещерка и было кристальное сердце. Пойдемте к коттеджу в Торшай. Он точно на месте. Я вчера там была. Кстати, теперь еще у пегасов... Господи, сколько пони. У пегасов ограниченный полет. Он теперь тоже за ману. И если вы как бы долго летите, то вы просто опускаетесь на землю. Так. Если вы, кстати, будете задавать вопросы, можете... Ну, хотя, наверное, сейчас не особо вам будет смысл листать часто задаваемые вопросы. Но я просто еще расскажу, что мы с Крисом... Так, едем в Пунидейл, чтобы оттуда в этот самый... Как его называют? Хартлендс переместиться. Так, комната Е53. Идем в Хартлендс. Можете сильно не торопиться. В общем, пользуясь случаем, еще раз скажу, что мы с Крисом на новогодних праздниках переработали часто задаваемые вопросы в группе в Майвконтакте. Там много информации полезной. Можете почитать потом, после стрима. Так. Так, в Хартлендс переходим. Сейчас дойдем до этой самой... До домика. И там, наверное, поотвечаю тогда уже на вопросы. Вроде чат немножко притормозился. Ой. Ай. А, это небо загрузки. Я же испугалась. Так. По-моему, в эту сторону. Пойдем пешком. Кстати, вот заметьте, меня кто-то пригласил в группу. И я добавила, видите, вот теперь это единорог получается, да, Розочка? Как-то странно смотрится. В общем, теперь у нас наконец-таки группы работают. А как можно уйти и спать? Кто-то сейчас все начнут приглашать. О, пати. А, у нас большая пати. Или это друзья? Вот. А, вот пати моя, это мои друзья. Пати у нас на двух человек пока. Так, ладно. Это самые люди. В пати я пока добавляться не буду. Я вам показала, что добавляться можно, но добавляться не буду. Сейчас у нас будет куча пати. Я же не могу многих состоять. И там же вы видели список друзей. Так. Где у нас домик? Правильно? А, вот. Нет, неправильно. Вот по этой дороге. А, и... Ой, что это? Кто это? Это волк? Кстати, какой-то баг. Если сражаешься за Пегаса, и если сражаешься с мобами, они могут за тобой подняться тоже в воздух. Довольно забавно смотрится, на самом деле. Так. Так. Я, 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 я вылазу, вылазу. Короче, вот мы почти дошли до домика. Сейчас придём в домик. Я, правда, не знаю домик, на сколько мест у нас, честно говоря. Я вчера одна отыграла, заходила одна. Поэтому я даже не знаю, многоместный он или одноместный. В общем, вот домик Футершайкоттедж. В принципе, с внешней стороны он у нас давно был доступен. Вот. Но теперь, кстати, комната 3Е29. Короче, теперь добавили интерьер. Сейчас, не знаю, сейчас он, наверное, его просто домик этот разорвет изнутри. Откорее всего пони. Короче, пошлите на второй этаж. Наверное, там места побольше. Домик я вчера тоже отдельно показывала. И здорово сделали. Наконец-таки его доделали. Так, теперь я тут спокойно посижу. И поотвечаю немножко на вопросы из чата. Можете пока осматривать помещение домика. И все такое. Так, на каком ты сервере? Мы на сервере Коуторада. Так, как тебя зовут? Саша меня зовут внезапно. Какие куклы ты планируешь покупать из линейки Френдшип Геймс? Лемон Зест? Нет, потом лучницу Флоттершай хочу. Хочу Дэши. Не так быстро, я не успеваю вопросы читать, народ. Хочу Дэши Мотокросс. Хотела бы очень ролику, ну, на рерити на роликах, но не уверена, что ее в Россию будут привозить. В общем, посмотрим из школьных, честно говоря, кроме Лемон Зест, не знаю, буду смотреть по скидкам и по наличию. Потому что сейчас они что-то очень дорогие стали, эти куклы. Просто какие-то нереально. И я, честно говоря, не уверена насчет того, сколько их буду себе покупать. Потому что кукол-то у меня уже достаточно много. И, в общем, из таких вот прям хотелок я, в принципе, вам сказала. А там будем смотреть по, в основном, наверное, ценнику. Потому что, ну, что-то как-то реально в последнее время вот в тех магазинах, в которых я смотрела, обычные сингл-поняшки, ну, куклы, 1200-1500, ну, 1500, шарнирные до 2,5. Да, без скидок это несколько дороговато. Так. Ой, как бы сосредоточиться. Тебе нравятся ли мне первые волны MLP? В смысле, первые волны поколения? Или мы про Буэмбэги говорим? Если про поколение, то я, как бы... Мое детство пришлось на период первого поколения, но у нас тогда мультики, естественно, не показывали, поэтому все-таки раскраски были и так далее. Поэтому я их по-своему люблю. Но это такое чувство... Ну, как бы, без первого поколения не было бы текущего четвертого, поэтому, что уж говорить. Может быть, они кому-то не очень нравятся на внешний вид, но я считаю, что как минимум уважать эти поколения стоит, потому что это было, так сказать, прародителям всех и всего. А если по поводу Буэмбэгов, то, конечно, последние волны более интересны, чем первые, но, в первых, тоже есть некоторые раритетные, так сказать, поняшки, поэтому тоже были свои плюсы и минусы. Например, в первых волнах были светящиеся поньки, которые в тематии осветились. Вот, поэтому, как бы... Так, можете в пати мне не кидать приглашение, потому что если только когда сражаться пойдем, тогда я подумаю над этим вопросом. Так, дальше. Сколько стримов по Лое ты делала? Я стримлю Лое... Непосредственно стримы я делаю с... С какого? Наверное, с 2014-го, со второй половины, с августом первый раз, по-моему, стримили, тогда еще на Твиче. Вот. А до этого вообще Лое я записываю с 2013-го, с лета я тогда была... Еще первый мой стрим, который... Я тогда делала как бы обзор на игру, и я играла не за Inspiration, играла за другую поньку, и первый год я делала монтажи по Лое, то есть я делала... Рассказывала, какие локации, какие квесты, то есть такой более сложный ролик. Но потом, после, не знаю, после теста третьего, наверное, или четвертого, я поняла, что как бы это мало имеет смысла, потому что всем интересно посмотреть, наверное, больше процесс, чем как бы... Ну, в общем-то, так сказать, не оправдывало затраченные усилия, поэтому я перестала делать такие сложные монтажи с озвучкой, что там поменялось, потому что кто действительно интересуется игрой, и так сами в курсе, а кто не интересуется, тому это как бы мало им что дает, и мало им интересно, поэтому выкладываю только нарезки стримов с тех пор. Вот, ну вообще играю я вот с ней с 2013, но только на стримах, потому что на русском сервере меня нет, у меня нет времени постоянно. Ну, и там, я просто не знаю, что на русском сервере делать, сейчас вот тут хотя бы в официальный уже можно покачаться на... добавила еще раз ссылку на часто задаваемые вопросы в этот самый... как его называют? В описании к ролику, можете там почитать, если кому-то что-то интересно, и там же ссылка, где скачать. Спасибо, я в ответ ничего не дам. И ничего нету. Вот, и... о чем я и говорила? Я забыла. Ладно, давайте дальше. Завтра нет, сегодня только можно играть до 8 утра понедельника по Москве. Ну, если кто живет на восточной части России, там можно, конечно, и это самое. И еще завтра утром поиграть. Куда пропал новогодний Майнкрафт? Как мы... писала я в группе Большой Душевный Пост, мы с Крисом спрашивали людей о том, что для них такое новогодний Майнкрафт, и мы пришли к выводу, что это просто уже некое ностальгическое чувство, потому что, если мы возьмем просто эту же карту и будем делать те же самые действия, вам все равно это будет нравиться меньше, чем тот самый первый сезон. Просто потому, что вот вам у вас в памяти осталось, это как нечто прекрасное. То же самое, как по отношению, допустим, к первому-второму сезону Малитл Пони. Если вот вы сейчас пересмотрите эти серии, они вам могут понравиться чем-то меньше, чем последние четвертые-пятые сезоны, но в вашей памяти они навсегда остаются как замечательные, такие прям супер-супер сезоны. То есть это просто чувство ностальгии, и поэтому мы не будем снимать новогодний Майнкрафт в том ключе, в котором он был. Мы вот попытались в этот раз на пиксель-моде сделать несколько новогодних серий по тематике пиксель-мода. То есть мы там и строили, и сражались с нежными покемонами, которые в снежной локации бывают. То есть что-то такое более интересное, потому что просто то же самое повторить невозможно. Нельзя войти в одну реку дважды, поэтому мы не будем делать именно такой новогодний Майн, как он был, просто потому, что это не имеет смысла. То же самое мы не сможем вам воспроизвести в вашей памяти, как у вас это было тогда. Так. Когда ты будешь играть в Sims? В Sims я буду, наверное, играть, но в любом случае в январе никаких летсплеев не будет, потому что в январе я сейчас готовлюсь к пани-ребрику, к фестивалю в Питере, и, соответственно, хочу при этом не забрасывать канал. Будут какие-то ролики. И чтобы эти ролики были, мне тогда надо их снимать. А тогда, в общем, на летсплее никакого времени не остается, поэтому если летсплеи и будут, то они будут уже потом, в феврале, в марте и так далее. В Sims я, наверное, буду продолжать, но пока не решила еще за кого. Ссылки прямо под видео, вот вы где видео смотрите, прямо под ним ссылки. Там, там есть, где скачать. Да, внезапно. Так, эта игра только для ПК, не для планшетов, не для телефонов. Ее нету. Вкусняшки следующие будут, скорее всего, не знаю когда, не скоро, наверное. Так. Little Spots Shop я обозревать не буду, потому что я не смотрела этот сериал, и я вообще не знаю особо про что-то. Я знаю, что там про зоомагазины зверушек, и все. Так. Почему все тебя так облепили? Не знаю, почему все меня так облепили. Конечно, спасибо за броню, но у меня более лучшее есть. Я вчера, кстати, вот до 10 уровня долго качала, чтобы ее одеть. Тормозить у вас может... Можете поменять, кстати, качество потока можете поменять. Мы стримим 1080p, но вы можете поменять в настройках на ютубе прям поменьше себе качества, чтобы не тормозило. Так. Почему все ломают дом в флоте? Не знаю. Чего вы, кстати, его ломаете? Действительно, что он вам сделал? Когда будет обновление Малитл Пони? Не знаю. Разработчики не делятся со мной такой информацией, и тут же сразу отвечу вопрос, мне часто задают, когда буду снимать дальше про Малитл Пони на планшете и Крестор Геос, когда там будут обновления. Потому что без обновлений я, честно говоря, не знаю, что там снимать. Я каждый день играю в Малитл Пони, Крестор Геос я не запускаю. В Малитл Пони я участвую в этих акциях всех и так далее и тому подобное, но снимать там просто не про что, на мой взгляд, поэтому я снимаю там только когда есть обновления. Так. Да, как я уже говорила, я поеду на Панеребрик, уже 10 раз говорила. Ой, мне кто-то дает кролика. Неужели мне дали кролик? Да, мне дали кролик, а потом надо будет его вставить вот сюда. Use. Так, ты мне что-то еще хочешь дать. Так, что тебе нравится, кроме Пони? Мне нравится, на самом деле, много чего, поэтому, как бы, не знаю, много чего мне нравится. и мультипликация, и сериал и так далее. Так. Обзоры будут на следующей неделе. Монсер Ха я знаю, но не мой формат, не мое это самое. Че ж так так быстро-то? Какая у меня самая любимая игра про Пони? Ну, не знаю, на планшетах я играю в каждый день, поэтому, не знаю, можно ее назвать моей самой любимой, хотя, конечно, она не без этих самых изъянов. Так. Где можно купить носки и наушники? Носки продаются у торговцев, а наушники только по квесту даются. В РФТХ я люблю анимационную часть. Куклы я пока никак не склоню свое мнение в пользу кукол, но анимационная часть мне нравится. Твоя любимая локация Кристальная Империя, конечно же. Что за странный вопрос. Так. Какая Пони любимая из шестерки? Из какой? Если там написано Венил Октавий и так далее, не знаю. Они все клевенькие. Из основной шестерки и полдрека и рейрити. Так. Если, кстати, меня плохо слышно, то, может быть, народу меньше надо топотать. Я просто смотрю, про это самое проскакиваю. Не знаю. Ну, просто не знаю. Так. Нет. Не надо меня приглашать в пати. Короче. Да. Если вы хотите, чтобы меня было более слышно, можете так сильно не это самое копытцами не бить. Пони я полюбила в детстве, в 90-х годах. В класс тогда еще, наверное, даже не было. Влои мне нравятся. В принципе, все питомцы, они прикольные. Так. Сейчас я немножко приглушу звук игры на секунду. Может быть, так меня будет лучше слышно, потому что я просто чувствую, что меня просто плохо слышно из-за этого опыта. Люблю ли я пони-атрибутику? Если имеется в виду всякие значки и так далее, то уже просто немножко выросла из-за этого возраста. Но вообще вещь прикольная. Почему нет? Я сама делаю пони-атрибутику шапки и ушки. Что там? Надо мной смеялись в школе из-за пони? Я школу очень давно закончила, как университет. Так. Что думают мои родственники по поводу того, что я люблю и коллекционирую пони? Мои родственники адекватно относятся к моим увлечениям. Не всегда они были немножко странные. Я долгое время стояла и в аниме клубе, мы организовывали аниме фестивали и прочее, прочее. Поэтому мои родственники уже адекватно относятся к моим различным вещам. Как бы главное, чтобы человек при деле был и главное, чтобы оно ему нравилось. А там уже, как говорится... Да, я смотрела «Леди Баг», да, мне нравится, но немножко на любителя, потому что если вам нравится как бы юмористическая и романтическая составляющая, тогда мультик понравится, потому что если нет, то он слишком немножко однообразный в плане, что все серии пока строятся по одному сюжету, как в свое время всякие Махасёдзе типа Сейлэр Мун, у них есть злодеи, они его побеждают. И много повторяющихся анимационных вставочек и трансформаций, и все это. В общем, на любителя. Не могу сказать, что придется по душе всем, но лично мне нравится. Однажды в сказке я, по-моему, смотрела только первый сезон, я уже, честно говоря, очень плохо помню, если я помню этот сериал. Если, ну, короче, это то, о чем я подумала. Мне больше нравится Кейденс, чем Луна. Так, будет ли продолжение обычный день в Эквестрии? Как я уже говорила в подкасте прямого продолжения именно стоп-моушена тех серий? Я не уверена, что я смогу снимать, потому что мне сложно озвучивать. Я очень намучилась последним роликом, и просто мне это действительно сложно. Различные, типа, вот новогодних зарисовочек, может быть, музыкальная сорти будет, что-нибудь такого музыкального плана. Я, наверное, буду делать. Не знаю, когда, когда будет настроение и вдохновение. Но именно стоп-моушен серий, наверное, я не буду обещать, потому что мне просто сложно делать. Я понимаю, что я не тяну чисто озвучку. Понравилась ли мне Starlight Glimmer? Да, интересный персонаж. Мне не очень понравилось, как быстро ее склонили на светлую сторону, но я надеюсь, она в будущем еще покажет какие-то свои интересные стороны, потому что, как оказалось, она чуть ли не сильнее Twilight в магии, то есть очень способная единорожка. Я надеюсь, конечно, что нам как-нибудь ее тоже раскроют. Нет, в Челябинске я не была. Мое любимое аниме я назвать не могу, их слишком много. Так, Gravity Falls я смотрела, понравилось. Что подарить бабушке на день рождения, не знаю, это зависит от вашей бабушки. У всех бабушек очень разные увлечения. Я думаю, им будет приятно, что-то сделано вашими руками. Так, Fallout Equestria не читала, только в общих чертах читала, что там за персонажи, о чем происходит действие. Ну, в общем, на Вики, да, сам фанфик не читала. Старый ли новый панивиль? Если имеется в игре, то, конечно, новый был сначала непривычен, но теперь он мне нравится даже, наверное, больше. Жалко ли мне дом в Латтершай? Да, наверное, мне жалко дом в Латтершай, но зато тут вот какая куча-кучная сразу. В Самаре я не была. Так, как-то решила создать свою ОС. Ну, вот как меня все спрашивали про ОС. Есть ли у меня ОС, есть ли у меня ОС. Ну, вот я взяла и создала, что называется. Так, я не могу отвечать на вопросы побыстрее. Станет ли Сансет оликорном? Не знаю, вполне может быть. Если уж плавить стали, сделали оликорном, то почему нет? В принципе, в третьей Equestria Girls мы уже наблюдали что-то вроде оликорнизации, поэтому кто его знает, все может быть. Почему я играю за Пегасов? Потому что Пегасам легче в этой игре показывать достопримечательности. Я все-таки играю для того, чтобы показывать эту игру, рассказывать о ней, поэтому я играю за Пегаса. Так, давайте еще пару вопросов, потом мы сделаем перерывчик и пойдем на драконов поохотимся, пока нас много и пока вы не разбежали все по своим делам. Так, да, Крис мой муж. Да, я была в Нижнем Новгороде. Так, я не успела, не успела. Дневник двух сестер у меня есть в оригинале, я читала перевод, но не все. Так, параллельно. Кое-что читала, кое-что не читала, на табуне выкладывали. Крис рядом со мной модерирует чат, поэтому вы не думайте. Он, да, заходит за мной и просто по стопам показывает, что пора делать перерыв. Так, какие сезоны мне больше нравятся. Мне больше нравятся четвертые, пятые сезоны. Ну, хотя первый, второй, третий, естественно, тоже хорошие. Криса мы сегодня, наверное, задействовать не будем, потому что просто я не хочу сегодня делать текстовые квесты, но если что, он тут, да, рядом. Почему нету кубического канала Тома? Потому что я мало играю в Майнкрафт и, как бы, я, в общем, решила выкладывать все на одном канале. Мне кажется, так проще найти. Ладно, так, все, товарищи, давайте сделаем небольшой перерыв. Я немножко устала говорить. Сейчас буквально на пять минуток я попью водички и потом мы пойдем в... Посмотрим тут еще одну штуку в Heartlands, новую штучку сделали и пойдем тогда в Вечно Дикий Лес, наверное, поохотимся на драконов, пока нас много, и тогда все, уходим на перерывчик. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok